Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степа Вулк. Субтитры сделал DimaTorzok И, наверное, все помнят, что в июле этого года, 13 июля, в Москве был очень сильный ураган, который многие, в том числе средства массовой информации, сравнивали с знаменитым ураганом 1998 года. И вот в этот самый день, когда мы увидели, что над Москвой сгущаются тучи, сверкают молнии, мы решили отправиться в коллектор одной из подземных рек Москвы, для того, чтобы отснять, как же все это происходит там, внутри, чтобы отснять ту самую коллекторную волну. В двух словах расскажу о том, что же такое коллекторная волна для тех, кто не знаком с этим термином. Итак, в все подземные реки, московские или других городов, выведена дренажная дождевая канализация. То есть, подключки с улиц, тротуаров, из дворов, через водоприемные решетки, в них собирается во время дождя вода, через эти подключки она выводится в ближайшие подземные реки. И вот эта вот река, естественно, не исключение. Она имеет протяженность, вот именно этот коллектор имеет протяженность около двух с половиной километров. И на протяжении всей длины этого коллектора у него выведены подключки дождевой канализации со всего района. И, соответственно, во время дождя, когда вся дождевая вода через водоприемники попадает через подключки вот в этот коллектор, уровень начинает резко подниматься, уровень воды начинает резко подниматься, заполняя коллектор либо частично, либо даже полностью. Это зависит от интенсивности дождя, от размеров самого коллектора и от некоторых гидротехнических особенностей, заименности, уклона коллектора и так далее. Собственно, и время, за которое коллектор заполняется, зависит от этих же самых факторов. И с момента появления первых признаков, которые можно заметить внутри коллектора, до его полного заполнения, проходит в среднем от двух до пяти минут. С момента начала дождя до заполнения самого коллектора. Какие признаки, по каким признакам находясь в коллекторе подземной реки можно определить, что наверху начался дождь? Это первое по течению начинает на поверхности воды появляться, плыть очень много мелкого легкого мусора. Фантиков от конфета, окурков от сигарет, пенопласт, листвы и так далее. Следующий признак усиливается течение и начинается сильный ветер. Вот в этом коллекторе, когда мы находились буквально за несколько минут до его заполнения, ветер был такой силой, и он нес взвешенный в себе водяную пыль, что силы ветра реально ощущалось. Она, конечно, не сдувала с ног, но... То есть в обычной ситуации в коллекторе движение воздуха очень практически не ощутимо. Ну и самое главное, что я хочу сказать, что нахождение во время дождя в коллекторе подземной реки или в коллекторе дождевой канализации чревато не просто неприятностями, а оно реально опасно для жизни. Посмотрев дальше съемки того, что происходило 13 июля вот в этом коллекторе, вы это увидите и поймете. И время на принятие решения о том, что наверху начался дождь и надо побыстрее убираться из коллектора, остается очень-очень мало. А это съемки уже внутри коллектора буквально за несколько минут до того, как он был полностью заполнен водой. На монтаже звук специально оставлен без изменений, не подушен, чтобы хотя бы по звуку можно было представить себе, какой же ад творился там внутри коллектора во время дождя. А это вид примерно на то же место коллектора, только в спокойную погоду. Мы поспешили выбраться из коллектора, пока он не был запахом полностью и снимали уже на улице, как вода заполняет долин. А на следующий день мы отправились посмотреть на последствия урагана. Не забывайте ставить лайки, ну или дизлайки, кому что-то не понравилось. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там вы найдете очень много интересных отчетов с разных объектов, из разных мест, с массой красивых фотографий, анонсы новых видео. Узнаете много интересных исторических фактов. Ссылку на группу ВКонтакте вы сможете найти в описании к этому видео. Всем вам, дорогие зрители, всего самого наилучшего. Берегите себя и оставайтесь с нами на канале. Всем пока! Оставайтесь на канале Underworld. Будет очень интересно. Смотрите цикл передач, посвященных подземным рекам, или видео о тайнах сталинских подземелий. Продолжение следует...